Сифилис Здравствуйте, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о сифилисе. Ну, не о сифилисе как заболевании, то есть не о медицинских каких-то аспектах, а больше о социальных аспектах этого заболевания. В конце 70-х годов наша кожевая нейрологическая служба, тогдашняя еще СССР, бодро рапортовала, что сифилис в Советском Союзе побежден. Да, потом, конечно, Олимпиада в 80-е чуть статистику подпортила, но с ней довольно быстро справились. И казалось бы, что это древнее заболевание связано с буржуазной, так сказать, распущенностью. Но потом началась перестройка, гласность, свобода. Это все что-то напрямую сказалось на росте заболеваемости. Ну и настоящий взрыв произошел в годы, так называемые, 90-е годы, развала Советского Союза, экономического и социального кризиса. Заболеваемость поднялась в 10 тысяч раз. Казалось бы, как же такое произошло? Ведь в конце 70-х говорили о том, что сифилиса больше нет. И вроде как бы, ну, ни войны, ничего такого особого не было. И откуда взялась инфекция-то? Сами очаги инфекции. Ну, причин этому довольно много и кроется в самом заболевании сифилисом. А именно в том, что, почему обостряется это именно в социальные какие-то потрясения, в период там социального кризиса. Это, когда ослабевает надзор со стороны, соответственно, медицинских служб, медико-санитарных служб. Ну и даже, в общем-то, все продолжало работать, но заболеваемость, однако, очень сильно росла. Все это кроется в структуре самого возбудителя. Дело в том, что возбудитель сифилиса, бледная спирохета, может существовать во многих формах. То есть, он довольно коварный возбудитель. Да, хорошо, что он не приобрел устойчивость к антибиотикам, иначе было бы это совсем плохо. Но он научился приспосабливаться к измененным условиям. То есть, в эру антибиотикотерапии его патогенез, так называемый, развитие болезни изменилось резко. В 90-е годы, естественно, все стандарты медицинской помощи при сифилисе были забыты, игнорированы. Медицина стала переходить на коммерческие рельсы, и лечили сифилис кто во что гораст, без соблюдения соответствующих стандартов, которые, в принципе, в Советском Союзе были довольно серьезно разработаны. Ну, плюс ко всему добавилось то, что из-за границы по гуманитарной помощи приходили антибиотики, подчас просроченные, вообще тухлые, неработающие, что тоже внесло свою лепту. Сифилис существует в трех формах. Первый – это открытый сифилис, явный, то есть с клиническими проявлениями, первичный, вторичный, третичный и скрытый сифилис. Про третью форму, так называемую персистирующую инфекцию, я остановлюсь отдельно, в другой лекции. Ну, по поводу первого, все понятно, это обычный сифилис, он описан сто раз везде и нет смысла на нем останавливаться. А вот скрытый сифилис и как он вообще, из-за чего он происходит, на этом мы остановимся подробнее. Как я сказал, существуют стандарты медицинского лечения сифилиса. В данный момент, ну, в 90-е годы был бардак, естественно, никто это не соблюдал, в данный момент более-менее к этому пришли. И по часу, ну, не везде, ну, начало соблюдаться это. А раньше лечили одни муком, тремя, шестью, в общем, все для того, чтобы недостаточное лечение приводит к тому, что бледная спирохета, чувствуя неблагоприятные условия, то есть присутствие антибиотика, антибактериального средства, начинает инкапсулироваться, создавать вокруг себя защитную капсулу и оседать в органах и тканях. Это микроскопические капсулы буквально на одну бактерию, но туда уже антибиотики, если она успела это достроить, антибиотики туда уже не проникают. Ну, и бактерия сама не может выйти и начать размножаться. И в таком состоянии она может сидеть годами, даже десятилетиями. Человек в это время становится не заразный, клинических проявлений у него никаких нету, есть только отклонения в анализах. Но чем эта ситуация опасна? Опасна она тем, что при благоприятных условиях, неблагоприятных условиях для организма человека и, соответственно, благоприятных условиях для бледной спирохеты, она эту капсулу растворяет и выходит, начинается размножение. То есть, начинается явный сифилис, клинический сифилис и сразу уже со вторичной формы обычно. Когда это происходит? Ну, чаще всего при резком падении иммунной системы, в таком кардинальном, например, при травмах, при операциях. Поэтому, первые, конечно, забили тревогу хирурги, потому что после операции у них возникали симптоматика сифилиса. Ну, естественно, больной жаловался, что его заразили во время операции. Ну, начали разбираться и пришли к такому выводу, что основной и раньше, при, так сказать, благоприятном условии в 70-е годы, что источником такого резкого подъема стала именно большая группа людей с признаками скрытого сифилиса. Они и дали толчок эпидемии. В настоящий момент, конечно, проводится работа. То есть, при каждой госпитализации требуют сдачу анализов. Ну, все равно пока, пока еще… Да, ситуация эпидемиологическая улучшается, конечно, с каждым годом. Ну, по крайней мере, улучшалась. Ну, к чему это приведет дальше, это, конечно, трудно сказать. Но это и не важно. Важно знать конкретному человеку, который болел сифилисом или было подозрение на сифилис, который пролечился от сифилиса, особенно в 90-е годы, выяснить, нет ли у него скрытого сифилиса. Потому что это все, прежде всего, ударит по нему, ну, и по его близким, если произойдут какие-то, ну, либо личные потрясения, либо общие социальные потрясения. Как это диагностироваться, мы поговорим в следующих лекциях. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.